Утесление атаки, выбить у противника оружие, расслабляющий удар и... Ой, простите, боитесь возвращаться домой ночью? Наш корреспондент Олеся Рожкова даст вам несколько практических советов по технике рукопашного боя, ведь бойцы нашей программы могут постоять за себя. От прямого удара существуют различные варианты защиты. На вас нападают с острым предметом? Этот прием поможет защититься. И от опасного предмета, и от нехорошего человека. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Недиска. А так вы сможете защититься от удушения. Главное, все делать четко. То есть я здесь беру подкистку, вот эту рукой. Сначала расслабляющее делаю, потом в этом движении. Кимоно, самбовки, перчатки, шлем. Боец готов к схватке. Рукопашный бой – молодой вид спорта. Таковым он был признан всего 11 лет назад. Долгое время рукопашный бой был известен только сотрудникам силовых ведомств. Сейчас заступен каждому. Рукопашный бой, я считаю, это система подготовки человека, бойца. По всем направлениям. То есть руки, ноги, борьба и вообще жизненная подготовка. В программу Олимпийских игр рукопашный бой не входит. А в России считается национальным видом спорта. На чемпионате по рукопашному бою действует своя система правил. Удары коленями, локтями, в затылок и в пах запрещены. Боединок длится 3 минуты. Судьи оценивают четкость попаданий, бросков и технику ударов. Рукопашный бой это такой же вид спорта, как джудо, самбо, бокс, аккредитованный Российской Федерации и нашим местным министерством спорта, туризма, молодежной политики. Это включает синтез бокса, кикбоксинга, борьбы самбо, джудо, вольной борьбы. Рукопашный бой преимущественно мужской вид спорта. Напряженный график интенсивных тренировок выдерживает не каждый. Несмотря на каком уровне тренируешься, если на профессиональном, то есть когда ты конкретно на соревнования, тогда очень много, то есть это половина твоего времени. Утром, вечером тренировки, каждый день. А если просто для себя, то не совсем. 3 раза в неделю достаточно будет. Занимаясь рукопашным боем вы можете не стать профессионалом. Зато благодаря тренировкам вы получите навыки самообороны и будете готовы отразить любое внезапное нападение. Только тренируйтесь аккуратно, а то в полуразминке и казус может случиться.